так переделывал я наверное ну где-то с год назад тэн это трех с половиной киловаттный тэн вот на нем обозначение родной провод был на полтора квадрата грелся вообще ужасно поставил я на два с половиной квадрата провод он 6 метровый как раз у меня хватает от кастрюли до розетки вот смотрите сегодня вскрыл думаю дай посмотрю как там что внутри за это время произошло здесь получается на клеммах сделано клеммы зажатые вот вот это термоусадка и вот эта термоусадка вот эта термоусадка она здесь так роленькую не играет вот смотрите что произошло но одно дело термоусадка полопалась вот видно да и другое дело что вот этот провод вот он здесь на нем сама обмотка именно обмотка провода пришла в негодность вот она вся от температуры я так понимаю раскрошилась таким образом может быть коротец произойти ответьте какая фигня такие дела сейчас буду переделывать а переделывать буду как вообще уберу вот эти клемма нафиг они тут мне будут не нужны просто зачищу провода сделаю петлю ну и петлю на болт и сюда петлю на болт без клемм ну и не буду вот эту термоусадку ставить а изначально стоял вообще здесь провод стоит на полтора но это пипец тут чтобы это грелась вот здесь все это дело грелась вилка была летая вот тоже грелась просто ужасно все вот это пришлось переделывать сам тэн хороший самому тэну претензий вообще нет никаких но конечно вот здесь вот как какого он у меня декабрь двадцатого года к самому тэну вообще никаких претензий прекрасный тэн но все вот это вот подключение было просто кошмарно но в общем а я сделал как я это подключение сделал так же как оно и было вот эти было подключено вот на таких же клеммах вот я также клемму поставил другие тену то естественно то все выкинул посаду и клемма зажал и в принципе все все сделал так же как и было в родном виде но вот почему не знаю почему так почему так тут греется контакт везде хороший здесь вообще очень хорош контакт почему она то греется здесь что аж раскрошилась вот этот изоляция а если здесь и здесь так раз соприкоснется не дай бог бабам и все будет коротец вот так то надо иметь ввиду так здесь у меня сейчас покажу на проводе вот написано провод кстати гостовский не китаец хороший так надо переделывать все чтобы все было по уму чтобы не дай бог не случилось никакой хрени коротцы всякие нам нафиг не нужны вот так вот так вот что я сделал все элементарно это я обрезал это я обрезал это я убрал видите так недалеко и до беды в общем просто на скрутку поставил конечно еще советую вот здесь все пропаять но я это буду делать чуть чуть позже потому что все прибамбасы паяльник припой там олово все это у меня в гараже дома ничего этого нет но и вот в таком варианте это в принципе даже не пропаянная будет работать пропаять лишь для того чтобы здесь концы проводов не задирались чуть-чуть их пропаять и все вот так контакт хороший все нормально я думаю все будет чики-брики а вот здесь получается вот эти клемма может быть не очень хороший контакт вот здесь на клеммах поэтому и грелись возможно и так потому что но фокусируйся потому что вот провод вставляется внутрь клемма и зажимается я зажимал просто пассатижами потому как приспособление специального у меня нет ну возможно контакт был не очень хороший поэтому и грелась бог его знает ну надеюсь сейчас все будет нормально у меня еще два тена так еще три тена два на три с половиной и один на три киловатта тоже надо заменить везде провода и на регуляторе напряжения у меня два регулятора напряжения там провода менять не буду заменю вилку вилка летает уже вилка греется не понимаю я по какой причине на трех с половиной киловаттные тены ставят провод сечением полтора два с половиной как минимум но полтора это вообще ни о чем что ребята смотрите обращайте на это внимание потому что это электричество все это конечно очень опасно что смотрите чтобы все было чики-брики вот такие вилки этот турецкая на три с половиной киловатта максималка на них вот сейчас покажу так 16 ампер три с половиной потом вот эти вот колодки они тоже три с половиной принципе вот эти хорошие тоже качественные но если что-то более серьезное тоже такие силовые нужно мама папа или еще вот эти плоские такие как знаете для электрических электрических плит электрических шкафов ну в принципе для трех с половиной киловаттного тена вот такой хорошей качественной вилки достаточно вот такие вилки работают хорошо вот у меня уже долго покупаю их на вал бересе в принципе не очень дорого они стоят там что-то рублей 160 180 наверно где-то так вот и колодку такая у меня на удлинителе стоит вот еще одну взял это где-то рублей 300 330 стоит ну и разные вот эти вот кабеля провода желательно конечно берите гостовские не китайские ну и принципе тогда все должно работать